Теперь перейдем к спортивной теме. Град рекордов в чемпионате области по пауэрлифтингу. Наши атлеты серьезно обновили таблицу региональных достижений. Слово Владимиру Истомину. Самый сильный человек России Михаил Шевляков. В первой попытке заказал 170 килограммов. Развеселил зал. Атлет заявился в соревнования с конкретной целью. Установить рекорд области в одном упражнении – становой тяги. В приседании Жемележа стартовал для разогрева. Достиг желаемого результата. 380 килограммов в категории свыше 120 кило. Заказал еще больше – 400. Немного не дотянул. Новая попытка переносится на чемпионат мира. Запас физической силы есть. Времени осталось мало. Здесь уже одна тренировка. Проверили. И все. И опять в бой. Высокие результаты показали еще несколько спортсменов. И решающими также стали подходы в упражнении становая тяга. Четыре рекорда на двоих установили Марат Аминов и Антон Преступников. Аминов взял в становой тяге 300,5 кило. Это новое достижение в категории до 83 килограмма. Плюс рекордная сумма – 825,5 баллов по сумме трех упражнений пауэрлифтинга. По упорной тренировке, на каждой тренировке работает полную силу. Выкладываемся до конца. И результат есть. Призер первенства мира Антон Преступников в решающем подходе потянул 315 кило. Также установил сразу два достижения. Рекорд региона в становой тяге в категории до 120 кило и в сумме троеборья 840 баллов. Выше головы прыгнул по технике в становой тяге, потому что на первенстве я ее, так скажем, удачно закосячил. То есть два подхода последних, которые мне, так сказать, обещали победу, да, я их не потянул. К сожалению, здесь я все-таки отработал становую тягу, самое главное, для себя, скажем, переборол свой страх. На рекорд шел и победитель в категории до 105 кило Руслан Катиев. Спортсмен показал солидный результат в жиме лежа – 270 кило. До триумфа не хватило буквально десятка баллов. Хотите много жать, нужно много жать. Больше тренироваться, больше уделять времени этому. В категории до 93 кило отличился Денис Дударенко. Спортсмен показал достойные результаты во всех трех упражнениях. Все сильнейшие атлеты региона представят Омск на чемпионате Сибирского федерального округа, который пройдет в начале декабря в Иркутске. Владимир Истомин, Андрей Кузьмин, Антенна Си. Владимир Истомин, Андрей Кузьмин, Антенна Си.